Мама, я не могу больше пить. Мама, я не могу больше пить. Мама, выли все, что стоит на столе. Я не могу больше пить. На мне железный аркан. Я крещусь, когда я вижу стакан. Я не в силах поддерживать этот обман. Мама, я не могу больше пить. До тех пор, пока человек сам мне попросит о помощи, помочь ему в этом вопросе практически невозможно. Мама, я не могу больше пить. Мама, я не могу больше пить. Наверное, около лет 6-7 назад к нам поступил пациент из приюта матери Терезы. То, что его подвигло прийти, ну, такая капитуляция, это то, что его переехал КАМАЗ. В больнице лежал, его по кусочкам собрали. Но это то, с чем не живут, как не живут. Это невероятно совершенно. Прогноз, который мы для себя, может быть, делали, это малоутешительный. Очень часто человек, осознавая вот то дно, до которого дошел, и что он все, у него ничего не осталось, за ним выжженная пустыня, вот он начинает хвататься за эту помощь, как за эту программу, как за спасательный круг. И парадоксально, но, знаете, вот этот человек до сих пор жив, здоров и благополучен. Бедой этого заболевания является, людей, имеющих это заболевание, является то, что им кажется, что они, ну, вот, да справлюсь я. Я пью, потому что я устал, я пью, потому что мне надо расслабиться, я пью, потому что это, потому что то. Да нет, это не вопрос, я в следующий раз не буду. Это все, это только вот сегодня, последнюю и все. Это и есть вот то самое пресловутое отрицание, которое заводит человека в такие глубины, из которых ему не выбраться, самостоятельно не выбраться. И, к сожалению, очень часто человек погибает, так и не видя, так и не находя этого выхода. Кстати, вот если говорить о таких-то цифрах, то известная цифра 18 литров алкоголя в год на жителя России, слушайте, но это огромная цифра чистого этилового спирта. Ведь это на каждого жителя, включая младенцев, включая непьющих стариков, включая вообще просто непьющих людей. Алкоголизм среди подростков вырос за последние два года, вырос, значит, в 1,6 раза. Это вообще ужасные цифры, потому что вообще говорить о детском алкоголизме, это ужасно. Алкоголизм как заболевание стало формироваться в детском возрасте. Представляете, это чтобы сформировался подростковый алкоголизм, значит, пить нужно начать в возрасте 6, 7, 8 лет. Нет. Причем пить не один раз попробовать, а это уже систематическое употребление. Почему так происходит? Ну вот потому что так происходит. Потому что мы, наверное, как общество, как общество, мы относимся к алкоголю, прежде всего, как к чему-то такому безобидному. Безобидному, легкому, без чего невозможно прожить. И отсюда и проблема, которая возникает, алкоголизм, мы замечаем, когда у нее уже там третья стадия. Мама, я не могу больше пить.